Приветствую вас. Для начала я бы сказал, что необходимо научиться более уважительно относиться к личным границам человека. То есть, если человек решает взять паузу в отношениях, то, соответственно, писать ему, тем более писать вот в такой форме, в какой написали вы, ну, мягко говоря, означает обесценивать его решение, означает неуважать его решение, ну, проявлять неуважение. К решению, к решению в отношениях паузы, и, соответственно, демонстрировать то, что, как бы, вам ваше желание важнее, чем, соответственно, желание партнёра. Следующее. Ссора. Сама по себе ссора. Конфликт. Стука, безусловно, неприятная во всех отношениях. Но очень важно поисследовать причины конфликта, причины ссоры, потому что в ней участвуйте, в том числе и вы. И от того, что вы написали девушке, например, что давай милиться, ну, это, конечно, здорово, но, во-первых, вы не попросили прощения, а девушка, как правило, девочки, как правило, именно ждут прощения. Вот. Во-вторых, не столь важно прощения, сколько важно понимание того, что именно не так. То есть, если возникла ссора, значит, к ней привели определённые модели поведения. И, соответственно, эти модели поведения, которые привели к ссору, являются деструктивными. И если вы, лично вы, не скорректируете это, то ссора возникнет вновь. Не с этой девочкой, так с другой. Не обязательно именно с романтическим партнёром, это может быть и с друзьями, это может быть и на работе, это может быть и среди ваших родных людей. То есть, вот это нужно скорректировать. А иначе какой смысл нереться? Как быть, спрашиваете вы, и в первую очередь, здесь можно определить несколько целей, да, можно как-то быть, чтобы разобраться в себе, потому что это ситуация вследствие ваших определённых конфликтов. И как быть, чтобы повысить шансы, например, того, что вы с девушкой будете опять вместе. Соответственно, работать нужно и в том и в другом направлении для первой цели. Одни средства для второй цели несколько другие средства. Но я бы сказал, что первая цель, а именно разобраться в себе, является более приоритетной, более определяющей по отношению к другой цели, которая всё-таки является вытекающей, вторичной по сравнению с первой. К сожалению. Потому что если первая цель, а именно цель разобраться в себе и гармонизировать своё внутреннее состояние, не достигнута, то негармонизированность, такой вот, скажу, не очень красивое, не очень, ну, складное, не очень звучащее слово, не разобранность в себе саму, да, то есть я понимаю, что есть другие синонимы, но я специально использовал именно такое слово. Будет влиять на ваши отношения и на самого человека. Потому что если несколько людей взаимодействуют, да, и один из этих людей дисгармонизирован, то его дисгармоничность будет обязательно проявляться в коммуникации, в поведении, в общении и так далее, в поступках, в действиях. И очень важно, чтобы вы не просто предлагали помириться, опять же, скорее всего, решая какую-то свою проблему, например, проблему, например, девушка, например, там, то, что вы скучаете, может быть, что-то ещё, а именно, чтобы вы демонстрировали некие изменения, чтобы вы демонстрировали, может быть, даже не направленное лично на кого-то понимание, чего вы не хотите больше, понимание, осознание ваших ошибок и неповторение их в дальнейшем. Не потому, что вы, там, можете бояться, например, того, что девушка больше не будет с вами, не потому, что вы можете бояться одиночества, а именно потому, что вы сами не хотите тех или иных проявлений. Вы сами чувствуете, что эти проявления противоречат несколько вашим, может быть, ценностям, может быть, ориентирам, может быть, чему-то, чему-то ещё. И, соответственно, желаете сделать что-то, чтобы вам это больше не мешало. Вот такой ответ я мог бы вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.